В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчётный период в округе возбуждено 31 уголовное дело. 23 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 245 ДТП, зафиксировано 3 пожара. Аварийных отключений на объектах тепловода и электроснабжения не было. В этом году в округе капитально отремонтируют 61 многоквартирный дом. Перечень работ утверждён. Ремонт кровель, фасадов, подвалов, фундаментов, внутридумовых инженерных систем. По данным категориям, планы, графики работ все размещены на сайте Люберца и РФ в разделе ЖКХ. Можете пройти, ознакомиться и узнать, в какие сроки будут ремонтированы ваш дом. В рамках год программы отремонтируют 141 подъезд, 45 уже в работе. Заменят 16 лифтов. Работы по содержанию дворовых и общественных территорий проводят в плановом режиме. На контроле профилактика железнодорожного травматизма. За прошедшую неделю проведено 12 рейдов, 85 нарушителей были оштрафованы и проведено 113 профилактических бесед. Случаев травмирования и смертельных случаев на железной дороге допущено не было. За прошедшую неделю на штрафную стоянку примещено 201 транспортное средство. К административной ответственности привлечено 23 водителя и общая сумма штрафа составила 649 тысяч рублей. На совещании обсудили вопросы уборки снега и наледи, вывоза мусора, ямочного ремонта дорог и очистки Малаховского озера. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Знак отличия за достижения в спорте глава округа вручил воспитаннику Люберецкой спортшколы Артему Баркову. На всероссийском первенстве по лыжным гонкам среди юношей спортсмен завоевал две золотые медали. Победил в гонке на 10 километров и спринте коньковым ходом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.